Студенческие годы Совсем не обязательно тащить на себе весь нелегкий груз Невозможно сказать, что именно используют психологи Разные техники мы применяем и в тренинговой работе То есть в зависимости от запроса клиента Это уже исходит из того, что выбор техник, самих непосредственно Как домашних заданий, даже тех заданий, которые мы даем нашим клиентам, студентам, сотрудникам Зависит от их запроса, непосредственно от их самого запроса И уже под этот запрос психолог подбирает все это Студенты относятся к отдельной социальной группе общества А значит и отношение в работе с ними должно быть соответствующим Методы работы психолога зависят от его личностного подхода и направления Профессиональную помощь оказывают исключительно квалифицированные и подготовленные кадры Ведь каждый понимает, нет права на ошибку На что стоит обратить внимание? Конечно, на резкие какие-то изменения в поведении, которые происходят Которые могут быть у человека, у обучающегося у нас То есть резкий перепад, например, настроения Если изначально человек был довольно стабильный эмоциональный, он такой проявлял И в целом поведенческие реакции его были какие-то агнотипные И вдруг резко происходят изменения в сторону, например, негативную Но не всегда То есть это может быть и пониженный фон настроения То есть резко, например, студент у нас Что? Ну, переходит сразу в такое депрессивное, например, состояние Долго не появляется на занятиях То есть это вот такой вот объективный признак, по которому точно можно понять, что что-то происходит Поддерживает студентов и преподавательский состав клиника самыми разными способами Групповая работа предполагает проведение тренингов личностного роста По командообразованию, раскрытию творческого потенциала Повышению социальной активности и многое другое Еще одно направление работы клиники – индивидуальное консультирование студентов Очное, телефонное, посредством интернет-ресурсов Кроме того, работает телефон доверия для оказания экстренной психологической помощи Снятие эмоционального напряжения, информирование о службах помощи и многого другого Методы работы очень обширны в психологии Как такой огромный отрасль науки и практической деятельности Обладает большим количеством разнообразных подходов То, что применяется в работе со студентом Это все очень разнообразно И всегда зависит от случая, с которым приходят Один из фундаментальных вопросов, который волнует человека при общении к психологу – конфиденциальность Психолог должен обеспечить защиту достоинства и благополучия пациента Так и студенты при обращении за психологической помощью не хотят, чтобы их данные были оглашены Мы все подписываем договоры, которые у нас в наших должностных обязанностях Это прописано, что сохранение конфиденциальности И это первый этический принцип всех психологов, которые работают в абсолютно любых сферах Особенно в сфере консультирования Конечно же, это сохранение персональных данных То есть это, по сути, закреплено и практически на законодательном уровне Мы с этим имеем дело Ну и, конечно же, здесь мы даем такое вот про сохранение конфиденциальности На первую встречу, когда у нас студенты приходят, не только студенты, но и сотрудники в нашу клинику Мы им это право даем, что происходит сейчас здесь в кабинете Психолога остается здесь, естественно, да, и никакие данные, кроме психолога и клиента, они никуда дальше не идут То есть это все сугубо конфиденциально Обратиться за помощью студенты и преподаватели Казанского федерального университета могут через личный кабинет Напрямую через Институт психологии и образования или по телефону 689-96 Клиника работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера Дорогие студенты, не забывайте о своем здоровье, как физическом, так и ментальном Берегите себя и своих близких Елизавета Мошкина, Тимур Ахметов, Карина Саяхова, Универ Новости